В региональном управлении Россельхознадзора подвели предварительные итоги проверок соблюдения ветеринарного законодательства в текущем году. Как показывает практика, работы у сотрудников ведомства меньше не становится. Претензии есть и к производителям, и к продавцам. С начала года областным управлением Россельхознадзора проведено 15 плановых и 223 внеплановых проверки по соблюдению ветеринарного законодательства. Выявлено 294 нарушения. Наложено штрафов на сумму в почти 955 тысяч рублей. Вынесено 23 предупреждения. В первую очередь мониторится мясомолочная продукция. За 9 месяцев по области отобрано 411 проб. Из них 351 проба молочной продукции, 60 проб мясной. И здесь следует отметить, что из 411 проб, 116 образцов, это где-то 28%, признаны несоответствующие требованиям качества и безопасности. Напомним, что в Тверской области зафиксировано более 15 тысяч площадок, где происходит оборот продовольствия. От крупных производителей и гипермаркетов до фермерских хозяйств и мелких лавок. Что касается магазинов, то, как отмечают в ведомстве, на некачественную продукцию можно нарваться где угодно. В зависимости от порядочности и профессионализма директора конкретной торговой точки. При этом на полках встречается и откровенная подделка. У нас приходили в управление жалобы даже от самих белорусов. Вот у них есть представительство в Москве и на территории Тверской области, вот в Бежицке, в Удомле. Они находили продукцию, не их, то есть под их продукцию делают, как бы она белорусская. Особое внимание уделяется учреждениям бюджетной сферы. Как показывают проверки, дела обстоят по-разному. Например, в школах и детских садах нарушения фиксируются с каждым годом все меньше и меньше. А вот в больницах и поликлиниках пациентов и сейчас довольно часто кормят обедами, приготовленными из фальсификата. Контракты заключаются на поставку недорогой, можно сказать, дешевой молочной продукции, масла, творога, молока. То есть цена килограмма продукции, она в среднем в два раза ниже, чем по стране, чем производимая. То есть качественная продукция, ну масла по 150 рублей за килограмм не бывает, как вы понимаете. Если покупателям в магазинах в Россельхознадзоре еще могут дать рекомендации, советуя брать проверенные бренды и не гнаться с дешевизной, то пациентам медучреждений остается надеяться разве что на совесть главврачей. Ну или на хороших родственников, которые будут носить обеды из дома. Субтитры создавал DimaTorzok